Всем привет! В этом видео хочу поделиться своими впечатлениями от видеорегистратора от фирмы 70MAI. Эта модель идет с индексом PRO. На обычную версию я, кстати, недавно делал обзор. Ссылочку добавлю. Итак, заказывал я через проект Indiegogo. К сожалению, версия ко мне приехала без GPS-модуля, а он добавляет дополнительные фишки, в частности, предупреждение столкновения, контроль полосы, ну и также показывает скорость. Наверное, когда отправляли видеорегистратор, его в наличии не было, может быть, он позже придет, ну, либо через какое-то время я постараюсь еще раз заказать конкретно GPS-модуль, чтобы показать вам, собственно, данные фишки. А вот что касается непосредственно видеорегистратора и его цены, ну, на том же Алиэкспрессе, можете посмотреть, на текущий момент цена на него самая минимальная от 3600 рублей. Да, 3600 рублей, самая минимальная цена. Здесь учтите такой момент. Насколько я знаю, если, по крайней мере, на текущий момент заказывать его через Алиэкспресс, то там будет только китайская версия, возможно, ее перешьют на международную версию, но, насколько я знаю, там голосовое управление на английском не работает. В моем случае мне приехала изначально международная версия, то есть голосовое управление на английском работает. Ну, какие команды поддерживаются, я вам, собственно, продемонстрирую в этом видео. Ладно, давайте посмотрим на комплект поставки. Пока я его открываю, вкратце перечислю различия по сравнению с обычной версией. Во-первых, здесь шире стал угол охвата. Раньше в прошлой модели был 130 градусов, теперь 140 градусов. Ну и, естественно, поменялась сама камера. Вот, кстати, сюда надевается GPS-модуль, есть соответствующие контакты, а по умолчанию идет такая вот заглушка наклейком основания. Этой части, собственно, мы крепим данный видеорегистратор к стеклу. Что идет в комплекте? Вот я все достал. Это кабель. Здесь у нас разъем microUSB. В принципе, такой же был и в прошлой версии, G-образный. Зарядка. Здесь два USB разъема, что, опять же, хорошо. Насколько я помню, в прошлой версии был один. То есть, сюда можно подключить непосредственно сам видеорегистратор, ну и второй использовать для зарядки вашего смартфона. Да, и по характеристике самого зарядного устройства, не знаю, видно вам или нет, напряжение 5 вольт, ток 2,4 ампера. И, как я понимаю, если будете подключать одновременно второе устройство для зарядки, то ток будет 1 ампер. То есть, максимальный ток 3,4 ампера. Так, специально фоткал, чтобы вам показать. А сверху он переводит как обычный зарядный порт, но, скорее всего, как раз ток 1 ампер, а вот такой вот оранжевый, это 2,4 ампера. Инструкция на китайском языке. Ну, что мы здесь можем посмотреть. Во-первых, модуль используется Sony IMX 335 на 5 мегапикселей. Максимальное разрешение можете видеть 2592 на 1944, то есть, соотношение сторон 4 к 3. Кстати, светосила здесь f1.8, это очень хорошо. Я уже проверял во время съемки ночью, и хочу сказать, что, в отличие от прошлой версии, он даже немножко высветляет картинку. То есть, показывает чуть больше, чем мы видим глазами. Это очень важно для видеорегистратора. Wi-Fi здесь на частоте 2,4 ГГц. По карточкам максимум указано 64 ГБ, microSD. Питание 5 В и 2 А, ну и аккумулятор емкостью 500 мАч. Вот здесь аккумулятор подрос по сравнению с прошлой версией. Ну и в комплекте идет такая лопатка. Повторюсь, инструкция, к сожалению, на китайском языке, поэтому сложно там найти именно про данную лопатку, что написано. Ну и я предположу, что она нужна как раз для того, чтобы вот этот вот кабель аккуратненько проложить именно в салоне. То есть, запихать непосредственно сверху, где потолок, как раз там щель между стеклом и потолком, ну и, соответственно, сбоку. Ну давайте вам для начала расскажу про экран. Включается он данной кнопкой. Здесь сверху находятся навигационные кнопки, то есть экран не сенсорный. Что касается его матрицы, я не знаю, видно вам будет или нет, но если посмотреть снизу, либо слева, либо справа, все хорошо. Но вот если вы смотрите сверху, то изображение сразу инвертируется, причем довольно заметно, ну то есть, скорее всего, здесь стоит ТН-матрица. Поэтому, если будете ставить данный видеорегистратор, обязательно ставьте его выше уровня глаз, но чтобы смотреть на него снизу вверх, то есть под такими углами. По навигации давайте я вам расскажу. Значит, слева кнопка для включения-выключения записи звука. Кстати, что касается записи звука, то качество заметно возросло по сравнению с прошлой моделью, как общая громкость, так и, собственно, само качество. То есть уже никаких хрипов, звонов нет. Здесь кнопка для аварийной съемки. Аварийная съемка включается автоматически, если срабатывает G-сенсор, но, в принципе, все то же самое, как и в прошлой модели. Длина записи около одной минуты. Особенность данной съемки заключается в том, что видео складируются в отдельную папку, которая не перезаписываемая. Ну то есть, если на карточке заканчивается место, то основные записи просто перезаписываются новыми, а эта папка остается. Так, далее. Здесь мы можем зайти в галерею. Ну, получается, три папки. Это основная, куда записываются все видео. Так, давайте какую-нибудь запись найдем подлиннее. Можем, кстати, увеличить скорость. 1х, 2х, 4х, 8х. Можем нажать на паузу и можем, соответственно, удалить видео. То есть, теперь не обязательно подключаться к видеорегистратору через смартфон. Управлять записями, просматривать можно непосредственно в нем. Во второй папке, как я вам сказал, неперезаписываемое видео. Вот как слышите, голос и речи он записывает очень хорошо. Ну и последняя кнопка – это настройки. Во-первых, мы можем включить Wi-Fi. А здесь мы сразу видим пароль. Вам нужно будет скачать приложение 70 мои. Оно есть и для Android, и для iOS. И появится вот такая вот Wi-Fi-сеть. Давайте мы посмотрим, где она. Да, вот она. Нам, соответственно, нужно ввести пароль, который написан вот здесь. Все подключилось, но пароль у меня был сохранен. Ну и в этом приложении мы также можем зайти непосредственно в галерею. Когда мы заходим, запись останавливается. Ну, как я вам сказал, обычное видео. Видео с происшествия, когда срабатывает G-сенсор. Видео наблюдения за припаркованным авто. Есть такой режим. В данном случае, опять же, когда будет срабатывать G-сенсор, камера может записывать видео. Время отключения экрана. Либо 30 секунд, либо 1 минута. Либо всегда включено. Системное время. Чувствительные столкновения, как я вам говорил, можете поменять. Либо высокую, либо низкую поставить. Если ставите высокую, то, скорее всего, на различных кочках и лежачих G-сенсор будет срабатывать. Громкость динамика. Настройки видео. Давайте я вам покажу. Что мне понравилось? Здесь появился кодек H265. Это, опять же, полезно для экономии места. Ну вот, что касается разрешения. Full HD. Далее 2560 на 1440. И максимальное это 4 к 3. В принципе, рекомендую оставить среднее значение. Здесь получается одинаковый угол. То есть, в ширину картинка не обрезается, а именно обрезается верхняя и нижняя часть. Ну, опять же, убираем лишнее. Тогда соотношение уже будет стандартное 16 к 9. Так, и что касается управления голосом. Здесь у меня, повторюсь, английская версия. Какие голосовые команды поддержит видеорегистратор, вы можете увидеть на данном видео. Что касается непосредственно качества съемки, то могу отметить следующее. Значит, в случае съемки при плохом освещении, что мне понравилось? Во-первых, то, что видео получается даже немножко светлее, чем мы видим на самом деле. Это получается за счет светосильной оптики. Ночью, соответственно, как и днем, заметно выше разрешения по сравнению с прошлой моделью. Ну, то есть, тупо видно лучше номера. И, соответственно, различить их можно на более дальней дистанции. Но хочу отметить, что как во время записи видео, так и в случае фото, есть небольшой такой вот цифровой шум в виде точек. Но, в принципе, он особо в глаза не бросается. Самое главное, что картинка не получается размытой. Ну и днем, что мне очень понравилось, действительно стало все заметно лучше с динамическим диапазоном. Вот это очень, скажем так, плохое освещение для любой камеры, когда у нас все небо затянуто тучами. Если узкий динамический диапазон, то сверху мы просто получаем такое вот белое пятно. Здесь же, как можете видеть, мы видим контуры облаков. При этом, повторюсь, заметно возросло разрешение, меньше всяких артефактов и хроматических аберраций по сравнению с прошлой моделью. Но все равно шумы, конечно, присутствуют. К сожалению, у меня не было возможности сравнивать с другими видеорегистраторами. Ну, то есть, я не знаю, как они записывают. Поэтому я судить о качестве записи данного видеорегистратора в сравнении с другими, к сожалению, не могу. Но зато могу сказать, что по сравнению с прошлой моделью, повторюсь, качество возросло на порядок. Это мне очень понравилось. В итоге, прошлую модель мы снимем, поставим новую. Кстати, нареканий по прошлой модели у меня нет. Все работало как часы. То есть, все записывалось, перезаписывалось. Проблем никаких не было. Здесь, я думаю, будет все так же. При этом, будет улучшено качество записи видео. Ну, пожалуй, все, что хотел и рассказал. Всем спасибо за внимание.